Мы беседуем по скайпу с членом экспертного совета комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, защитником прав граждан Сергеем Валерьевичем Селиванкиным. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте, Владимир. Насколько мне известно, вы являетесь автором инициативы по ограничению зарплаты или доходов на государственных служащих, в том числе депутатов городской думы. Можете кратко объяснить, в чем смысл этой инициативы и почему она возникла? Дело в том, что я полагаю, что сегодня сложилась совершенно неправильная ситуация в стране, когда люди, занимающие высокие должности, а именно являющиеся по статусу своими министрами, а это депутаты Государственной думы Российской Федерации, это люди, которые занимают посты в администрациях, как федеральных, так и региональных, в статусе начальников управления, начальников департаментов, и являющиеся главной и государственной должностей, имеют уровень заработных плат порядка 400 тысяч рублей. При этом основное население страны, как мы знаем, люди, которые составляют ее экономику, рабочие, учителя, врачи, люди, которые работают на транспорте, обеспечивают транспортные связи и так далее, при этом специальностей много, это основное трудовое население, от которого зависит жизнь каждого гражданина Российской Федерации, получая 15-20 тысяч, 25 в лучшем случае в регионах. Поэтому разница в заработных платах составляет почти в 20 раз, если говорить объективно, потом, если иметь в виду еще депутатский корпус, у него всякие привилегии, включая неприкосновенность и все прочее. Таким образом, мы получаем очень своеобразную ситуацию, когда люди, которые идут во власть, они идут туда иногда не ради народа, не ради законов, которые будут приниматься именно ради населения, а идут чисто конкретно заработать деньги. Потому что люди, которые зарабатывают большие деньги, они не всегда думают о народе, и это становится второй мыслью. Поэтому предложение сводится к тому, чтобы ограничить доступ во власть ради денег и сделать так, принять такой законодательный акт, в котором бы было четко прописано. Это изменение в избирательное законодательство, это изменение и в закон о статусе депутатов Государственной Думы Российской Федерации, можно говорить также о субъектах, о том, что люди, занимающие должности депутатов, и одновременно это изменение в закон о государственной гражданской службе. Соответствующие статьи надо проходить, и занимающие должности высших и главных должностей, как федеральной, так и региональной государственной службы, не имеют права получать более 150 тысяч рублей в месяц. Это максимум, мы помним парт максимум, который устанавливался в первые годы советской власти, когда на должности в экономике чиновники с партийными билетами шли, но они не имели права получать выше определенные суммы. И это была правильная идея инициативы Владимира Ильича Ленина. Вот с учетом того кризиса в экономике, который мы имеем сейчас, у меня возникает простая инициатива и предложение, в частности, я направил обращение, если будет возможность, еще расскажу, и господину президенту Российской Федерации, господину мэру Москвы на эту тему. И эта же инициатива была размещена на сайте КПРФ в разделе «Народные инициативы». Сейчас она набрала уже больше 2200 голосов. То есть, если требуется для вынесения депутатами законодательной инициативы, поставлена рамка 20 тысяч. Но вот за достаточно небольшой период времени, за месяц с небольшим, инициатива уже набрала больше 10%. То есть, она интересна людям. Вот это для меня важно. Скажите, Сергей, кто должен рассматривать эти инициативы, вот как это положено по процедуре? Вот когда эта инициатива набирает определенное количество голосов, на сайте КПРФ это 20 тысяч голосов, на сайте администрации президента, я туда еще не обращался, но тоже хочу ее повесить, это порядка 100 тысяч голосов. Но дальше эта инициатива берется депутатами, и как декларируют, по крайней мере, политические силы, она выносится на рассмотрение профильных комиссий Государственной Думы. Соответственно, при голосовании она может быть отклонена, это надо понимать реально. Кстати, на сегодняшний момент времени я вижу предпосылки, что представители органов власти, особенно федеральных и, к частности, исполнительных, не заинтересованы в ведении государственного максимума. Сергей, как раз по этому поводу вопрос. Вообще, какие основания у вас полагать, что этот закон может пройти? То есть депутаты Госдумы сами проголосуют за то, чтобы ограничить себе зарплату, но это звучит в высшей мере фантастично. Это фантастика, но бывают вещи слишком фантастические, но реалистичные. Я приведу вам небольшой пример о том, что было сделано в Московской городской думе. В Московской городской думе были все созывы до 2014 года, 35 депутатов на платной основе. Для Москвы это мало, Москва большой мегаполис. Но они работали каждый день в Московской городской думе. Хорошо или плохо, другой вопрос, избиратели дают свою оценку. Но в 2014 году политическая партия «Единая Россия» принимает закон о том, что в основной массе депутаты Московской городской думы являются служащими, которые могут иметь второе место работы. То есть это могут быть бизнесмены, это могут быть, пожалуйста, люди, которые зарабатывают деньги на стороне. Но если раньше по законодательству это были люди, которые только имели единственное место госслужбы и могли иметь работу в институтах, преподавать, могли снимать фильмы, как есть артисты. Это творческая деятельность. Теперь же получается парадокс, что основная масса депутатов Московской городской думы, для них Мосгордума это, можно сказать, хобби, они свободны от этой работы. И в настоящей Мосгордуме есть просто крупные представители крупного бизнеса, крайне крупного бизнеса, в частности строительного. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы вводим определенную инициативу на уровень заработной платы, надо понимать, что мы вводим инициативу, которая будет относиться к тем людям, которые постоянно работают в этом государственном органе. Постоянно работают в этом органе и являются носителями определенных обязательств перед избирателями. После того, как в Мосгордуме было сделано такое безобразие, когда Единая Россия сделала всего 6 дней рабочих в месяц, обязательных для депутатского корпуса в Думе, 6 дней обязательных. Остальные 24 дня они работают на местах по месту средственной работы. Подождите, это получается хобби, за которое еще и зарплата идет? Нет, зарплату они не получают. Они зарплату не получают, но поймите правильно, они имеют статус, статус депутата. И если раньше было положение достаточно серьезное о том, что депутаты Мосгордумы имели право занимать одну единственную должность в городской думе, работая депутатами, и не иметь права бизнеса на стороне, официального бизнеса, то сегодня фактически все эти рамки сняты. Ну, зайдите на сайт Мосгордумы, я не хочу говорить... Понятно. Сергей, вот объясните еще, пожалуйста, такую вещь. Вот я человек довольно далекий от политики, уж тем более от какой-либо власти, от Думы и так далее. Я относительно недавно узнал о том, что при вынесении какой-то инициативы на заседание Государственной Думы депутаты могут не то, что там голосовать против или за, а могут вообще не голосовать. Это как получается? Вот человек или фракция вносит на рассмотрение какой-то закон, часть голосует, а часть, скажем, та же Единая Россия просто не голосует, и таким образом решение не проходит. Это как вообще понять такое? Вы знаете, это изнанка нашей действительности. Они не хотят и не голосуют. Они не несут никакой ответственности сегодня перед избирателями. А как же можно набрать кворум, если люди присутствуют, но не голосуют? Разве они не обязаны? Почему они не обязаны голосовать? А их никто не обязывает голосовать. Есть понимание и понятие о том, что депутат обязан находиться на рабочем месте и обязательно присутствовать на заседании. Вот здесь вопрос, почему многие вот эти депутаты Государственной Думы Единая Россия приходят на заседание и не голосуют. А не голосуют они потому, что они считают нужными выйти из зала по каким-то причинам, пойти попить кофе. Вы помните, как в Думе прошлых созывов проходили законопроекты депутатами, когда нажимали кнопки их соседям? Легко и непринужденно. Тогда непонятно, в чем же заключается их работа в Думе, если даже голосовать они не обязаны. Я, понимаете, Владимир, в Думе сегодня, в Государственной Думе присутствует большое количество спортсменов и актрис порнографических фильмов. Ну, практически. Я оценочно говорю в Государственной Думе и в правящей фракции. Поэтому для меня понимание того, что должна быть какая-то мера, которая поставит ограничение возможности прохождения туда этих людей. Вот все-таки та заработная плата 400 тысяч рублей – это немалые деньги. И когда мы... 5 тысяч долларов, как вот, да, получается. То есть, недавно в эфире одной из федеральных радиостанций на прямой связи с журналистами был депутат, я, к сожалению, слушал не сначала, не могу назвать его фамилию и фракцию, но когда его спросили, сколько он зарабатывает, он сказал, что вот в последние годы его зарплата 5 тысяч. Он даже не удосужился, ну, как бы, у него в голову не пришло указать, что за валюта, потому что это как бы само собой разумеется. И при этом он, конечно, говорил, что депутаты достойны такой зарплаты, потому что они народные избранники, потому что на них лежит большая ответственность и так далее, и так далее. Какая доля ответственности? Не знаю, это вот всего слова. Но, прежде всего, надо говорить, какая доля ответственности и что конкретного сделал конкретный человек. Зайдите на сайт Государственной Думы, и там есть налоговая ведомость каждого депутата. Последнее уточнение. Вот смотрите, получается, что в данной ситуации, я правильно понимаю, что количество член-депутатов от «Единой России» превышает количество депутатов оппозиционных фракций, всех вместе взятых? Конечно. То есть в таком случае они могут просто не голосовать, я уже даже не говорю о том, чтобы голосовать против, могут просто игнорировать голосование, и таким образом оппозиция, даже если все вместе три фракции объединятся, не смогут ничего провести, правильно? Да, именно так. Но есть еще понятие улица, есть еще понятие народ, есть еще понятие распространяемой идеи среди граждан. Я не говорю про интернет, а банально сделать листовку и раскидать ее по своему подъезду и по соседним домам. Просто возникает логичный вопрос. Для чего тогда вот эти все депутаты оппозиционных фракций, если они практически никак не влияют на принятие законов? Я тогда задам вам простой вопрос и простой ответ. Для чего вообще нужен парламент в стране? Если сегодня получается, что парламент ни на что не влияет, зачем тратить огромные деньги на выборы? Но, тем не менее, отвечу так же. Это единственная площадка и возможности населения выражать свою политику, позицию через депутатов оппозиции. Я знаю их, хорошо участвую в работе фракции КПР в Мосгордуме. Мы делаем множество круглых столов по всем избирательным округам, где шли единороссы, но которые упорно не хотят заниматься всеми проблемами жидкости, точными застройками, дольщиками, ЖКХ и массово сносят по Москве сейчас автостоянки. Понимаете, вот им это единороссам неинтересно. И последний тезис, чтобы успеть передачу. Я говорил с одним депутатом-единороссом в приватной беседе. Я задал ему вопрос. Вы сделали Мосгордуму для большего количества депутатов бесплатной. Это было два года назад. А вы государственную Думу бесплатной сделать не хотите? Он сказал, мы думаем, но думать они могут сколько угодно, потому что они не заинтересованы в реальной работе. Поэтому, на мой взгляд, рамка 150 тысяч рублей, как для премьер-министра, для депутата, для высших лиц государства. Больше они зарабатывать не должны. Сейчас ваша инициатива находится в стадии набора голосов. Я правильно понимаю? Да, на сайте. То есть проголосовать на сайте КПРФ можно? Да, народные инициативы. И когда наберется 20 тысяч, уже можно как-то пытаться ее двигать дальше. Да, именно так. Все, я понял. Большое спасибо. У нас на связи был защитник прав граждан Сергей Валерьевич Селиванкин. Спасибо за эфир. Будут новости. Связывайтесь, рассказывайте, как и что происходит. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.